Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут. Меня зовут Данил Михайлов. И сейчас коротко о главном. Что есть место? В Еврейском музее и Центре толерантности задаются вечными вопросами. Гордость Азербайджана. В Баку прошел турнир по карате памяти Альберта Агарунова. Более 10 тысяч новых репатриантов за полгода. Министерство Алии интеграции опубликовало свежую статистику. 22 июня во Владикавказе прошел траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Ветераны, взрослые и дети прошли стихи о войне и Холокосте у памятника евреям из Осетии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В антинацистском сопротивлении участвовали более полутора миллионов евреев. Ровно год назад во Владикавказе открылся музей памяти жертв и героев Холокоста имени Печерского. За это время его посетили более тысячи человек. С января по июнь 2018 года в Израиль репатриировалось около 10,5 тысяч человек. По данным Министерства Алии интеграции, в пятерку стран, откуда прибыло больше всего новых израильтян, вошли Россия – 3982 человека, Украина – 2355 человек, Франция – 804 человека, США и Беларусь. Почти половина из новоприбывших в возрасте от 19 до 44 лет. Около 1350 пенсионеры старше 65. Тель-Авив готовится к фестивалю «Белые ночи», который пройдет в этот четверг, 28 июня. Жители и гостей города ожидают развлекательные программы, мастер-классы, бесплатные экскурсии и посещения музеев, скидки в барах и ресторанах. Главным событием станет концерт джазовой и соул-фанк музыки на пляже Фришман. Национальная гордость Азербайджана. В Баку прошел турнир по карате в честь танкиста Альберта Агарунова. Спортсмены, сослуживцы и родные почтили память героя Карабахской войны. Подробности в следующем сюжете. Молодежь десяти стран. Почтила память национального героя Азербайджана, танкиста Альберта Агарунова. Дети от 5 до 13 лет и молодые люди от 13 до 30 лет приняли участие в международном турнире по карате, организованном Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Национальной федерации карате, при поддержке клуба карате Арпачай, ветеранов танкового батальона Сабаил и фонда Стмеги в лице ее президента Германа Захаряева. Я хочу поблагодарить без азербайджанского народа, без азербайджан, общину нашу, русскую еврейскую общину, фонд Стмеги, чтобы не забывать нашего брата Альберта. Любое соревнование – это проверка на прочность, силу и ловкость. Порой приходится тяжело, а иногда невыносимо. Ребята справляются с этим при помощи своих кумиров, среди которых Альберт Агарунов. В 1992 году, в 23 года, он героически погиб в Карабахской войне. Здесь и его однополчане – взрослые, состоявшиеся мужчины, у которых есть дети и даже внуки. Для них он был замечательным товарищем, солдатом, который бесконечно любил свою родину. Альберт был очень хорошим товарищем, очень хорошим танкистом был. Он везде был примером, везде был примером, любому. Сказал, если что-то нужно было, спросили у Альберта, он не стеснялся, объяснил, как надо. Я хочу поблагодарить за помощь президента Международного благотворительного фонда Германа Захаряева. Мы также благодарны президенту Азербайджана за предоставленную нам такую возможность. После его гибели азербайджанские танкисты называли свои боевые машины «Альберт». 154-я школа, в которой учился герой, носит его имя. В Азербайджане Альберта Агарунова не забудут никогда, как и всех героев Карабахской войны. В Еврейском музее и Центре толерантности стартовал летний сезон, в рамках которого пройдут интересные выставки, концерты и встречи с известными людьми. Первый концерт под открытым небом дал Петр Налич. Как это было, расскажет Ника Николаева. «Места. Одно за другим» — это название первой выставки, открывшейся в Еврейском музее и Центре толерантности. Большой надувной шар с черно-белыми фотографиями разных семей, разбросанные по полу мегафоны, издающие голосовую какофонию. Это иллюстрация к историям депортации, изгнаний, утраты дома. Такова главная тема четвертой части большого проекта под названием «Удел человеческий». Это исследовательская работа Виктора Мезиана о поиске своего дома и места в мире. Гуляя по Москве, мы видим людей, которые не из этого места, но теперь стали москвичами. Их много, становится все больше. Мы отдыхаем, путешествуем, занимаемся туризмом в течение года многократно. Мы едем по разным делам. Современная работа предполагает наше присутствие в очень многих местах регулярное. Так что, а где наше место? Этот вопрос действительно встал перед человечеством сегодня. О нем думают мыслители, о нем делают работы художники. Вот об этом выставке. Название выставки отсылает к работе американского историка искусства «Мивен Квон» «Места одно за другим», посвященные анализу и осмыслению понятия «место». По словам Виктора Мизиана, эта выставка, оказавшись в Еврейском музее и Центре толерантности, делает попытку вступить в диалог с ним. Впервые в истории музей допустил в сложившуюся систему чужие артефакты. Выставку дополняет публичная программа с дискуссиями о миграции, путешествиях и обретении места в современном мире. На сегодня это все новости. С вами был Данил Михайлов. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok